Это самый центр Вильнюса, без преувеличения его сердца, кафедральный собор, в двух минутах ходьбы президентский дворец и, конечно, самый дорогой отель города. Для понимания, президентский люк здесь стоит 180 тысяч рублей в сутки. Именно здесь собрались к те, кто решил, что знают, что для России лучше всего. Отель дружелюбно и гостеприимно распахивает дверь еще на подходе, но, как выясняется, не для всех. Что с вами происходит? Республика спать. Вы нам от нас убегаете. Первая встреча с представителями форума «Свободной России» задала тон всему дню. Сплошь агрессия и нежелание общаться. Администрация отеля встала на сторону так называемой оппозиции в изгнании. Съемочную группу в ГТРК попросили очистить помещение. Оказывается, снимать можно не всем, а только своим. Держи! Девушка Бажена, вы что делаете, девушка? Гарри Кимович! Полицию вызову, вызывайте. А кто? Мы сейчас вызовем полицию, вы на нас нападаете. Гарри Кимович, да просто поговорить нормально можем. Мы просто нормально поговорить можем. О форуме мы не собираем. Мы... ГБШ. Секундочку. Я надеюсь, слава богу, мы не в Москве. После, когда эмоции у шахматиста Гарри Каспарова и светской львицы Бажен Рынский улеглись, человек, который назвал себя организатором форума, прояснил, почему такой стиль общения с журналистами для них единственно возможный. Оказывается, и не с журналистами вовсе. Кстати, люстрация журналистов, которые не журналисты, а в Великой Франции, вполне себе хорошая и внятная задача для решения России. Слово «люстрация» участники форума твердили как мантру, видимо, впечатленную мусорными люстрациями на Украине. Так как все без исключения, киевский режим, который заливал огнем Донбасс, который довел страну до нищеты, считают образцом для подражания. Я очень надеюсь, что в России будет введен закон о люстрации для того, чтобы люди, которые занимались военной пропагандой, больше не получали доступ к средствам массовой информации. Это коснется вас, я очень знаю. Потому что то, что вы делаете, это очень некрасиво. Украинская тема на форуме превалирует. Вот Евгений Чичваркин в футболке с изображением Надежды Савченко. Вот митинг у российского посольства в Вильнюсе под жовто-блокитными стягами. И опять агрессия и откровенное хамство. Если вы сейчас не выдавились, я должен буду позвать полицию, так как вы прелываете, подрываете митинг, полега митинга. Евгения Чирикова и Лев Пономарев. Камера боятся, бегут, просят помощи у полиции. С российским телевидением, тем более таким. Я не говорю по гигиеническим соображениям. Если не хочешь говорить, тогда не задавай. Хорошо? У нас специфически очень у вас просьба. Мы будем нам удать. Встретили мы сегодня и Андрея Илларионова. Он тоже отказался общаться на камеру, хотя и удивился. Форум заявлен как максимально открытый. Это цитата с официального сайта. Но почему-то российских журналистов с него выгоняют. Не поверил, но и с собой не взял, чтобы проверить. Трасси 24 туда совершенно точно не пускают. Это был Андрей Иларионов. Человек, который тоже живет за границей. Который тоже почему-то считает, что он представляет и понимает ситуацию политическую, российскую, чем разную активную. Тут и Илья Пономаревов, депутат, которому на родине грозит срок за лекции в Сколкове, которые стоили баснословных денег. Он общается с удовольствием. Прояснил, что имел в виду, когда говорил, «Украинским военным надо было стрелять в российских военных во время событий в Крыму». Слова на минуту депутата Российской Государственной Думы. Я считаю, что любой военный должен выполнять устав караулной службы. Я считаю, что если на территории военной части появляются неопознанные вооруженные люди, то необходимо в них стрелять. Артемий Троицкий и вовсе убежден, зреет заговор и даже уже созрел. И завуалированно рассказал про свою жизнь в лесу, на окраине Вильнюса. Я лесной брат, да, я там живу и, в общем-то, выбрался. Как у вас там уютно? В нас не мусирают. В лесочек пускают только лесовичков и по специальным аусвайсам. Это он проэлитный отель, который находится рядом с замком Тракай. Он полностью выкуплен. А это не президентский люкс за 180 тысяч в центре. Тут речь может идти о миллионах. И всё для нужд оппозиции, которая уверяет, что скидывалась на аренду зала для проведения форума. Мой коллега Павел Зарубин пытался накануне попасть в загородную резиденцию. Далеко пройти не получилось. Тресс-карту покажите. Мне не дают ничего вообще руками. Доставайте. Давайте я побежу ваш микрофон. Поддержать? Давайте. Давай, перестаржи, давай. Микрофон отдаю. Тресс-карту. Нормально. Форум «Свободная Россия» двухдневный. Цель представить страну без Путина. Представляют люди, которые вряд ли понимают современные российские реалии. Ведь состав участников говорит сам за себя. Кто в бегах, а кто добровольно и давно покинул родину.